Друзья, всех приветствую! Сегодня у меня будет небольшой обзор ароматов от очередного российского бренда. Это Incarno Parfums, это Наталья Витковская, парфюмер данного бренда российского, нишевого. Вообще, на самом деле, знакомство с Incarno у меня произошло абсолютно по более случаи, совсем случайно. Я, на самом деле, познакомилась с ароматами Натальи на Октябрьском фестивале российской ниши и подошла к ней вообще буквально случайно, по воле случая. Я абсолютно не была знакома с её творчеством и не знала об её существовании. Но там я нанесла на парфюмерном фестивале, я нанесла себе аромат, о нём я сегодня расскажу, который мне сразу же понравился с первого занюха, так сказать. Но я почему-то, ну я там, на самом деле, приобрела такое, что по мелочи, но у Натальи не приобрела ничего. И потом, возвращаясь домой на метро, я просто не могла оторвать нос от этого аромата. И, на самом деле, доехав уже до дома, я поняла, что этот аромат не нужен. Но я вообще не запомнила ни бренд, ни название аромата. Я вот буквально, просто себе случайно его нанесла. Вот Наталья на столе, и они были представлены в стаканчиках. Я перенюхала там все у неё стаканчики, и мне один аромат очень понравился, я решила нанести его на кожу. Я его нанесла и вообще не запомнила ничего. И, конечно же, ну хорошо, что я сфотографировала. Я Натальин стол сфотографировала. И там, у неё лежали на столе визитки, и по фото я смогла определить бренд. Я устроила такое небольшое расследование по своим фотографиям. Я и пошла на фрагратики, и на сайте Натальи изучать ароматы. Для того, чтобы найти тот именно аромат, который мне понравился, который я, буквально вернувшись домой, влюбилась, для того, чтобы его заказать хотя бы небольшой объём. И, знаете, я нашла этот аромат, я списала с Натальей в WhatsApp. Ну, один аромат мне уже, как бы, не совсем было интересно заказывать, всё равно приходилось платить за доставку. Я решила посмотреть, что ещё у Натальи интересного. Я заказала ещё один аромат. Небольшой объём, по-моему, вот 4 мл. Вот такие у неё флакончики. По-моему, 4 мл, если я не ошибаюсь. И, получив аромат, кстати, в который я влюбилась, это был аромат Альва. Второй аромат, который я всё-таки решила заказать себе на пробу, это Нимфа. И Наталья мне в подарок, за что ей большое спасибо, положила для знакомства ещё два своих аромата. Это Secret Gift. Вот в таком маленьком автомайзере. И Любло. Так что мне удалось познакомиться с четырьмя ароматами, и три из них мне очень понравились. Давайте начнём с наименее понравившегося этого Лю Блу. Здесь, на самом деле, в нотах заявлено на малины, пионы, мускусы, персик. На старте мне было довольно цветочно, и в раскрытии я почему-то подумала, что это, скорее всего, роза. Но, заглянув в ноты, это оказалось не роза, а пионы. Вот роза и пионы – это тоже два аромата, которые почему-то я им допутаю. Не знаю почему, но иногда, мне кажется, у пионов звучание есть созвучное розам. Для меня это женский аромат. Вот даже сейчас он очень пахнет, очень цветочно. Несмотря на то, что я не особо любитель цветов, этот аромат довольно интересный, приятный, 100% женский. Ограничений по использованию я, на самом деле, не вижу. Следующий аромат – это тоже пробник, который мне положила Наталья. Это Secret Gift. На мой взгляд, он посвящен Новому году, потому что это одни из самых лучших мандарин, которые, на самом деле, я слышала. То есть, вдохнув этот аромат впервые, он меня прямо, знаете, настроил на новогодний лад. То есть, это действительно аромат приближающего новогоднего настроения. И тут мандарин, он, знаете, с какой-то древесностью, причем с горечью своей же шкурки. И одновременно он такой сладкий, но непритерный. То есть, сладость тут довольно умеренная. Для меня это аромат унисекс. Я бы, наверное, себе бы вот хотела бы миниатюр под настроение. Ну, это вот намазом не очень удобно пользоваться. Хороший аромат. Если ищете какой-то аромат на тему мандаринов и елки, то вот рекомендую посмотреть Secret Gift от Инкарла и от Натальи. Здесь, кстати, в нотах мандарин, ель, пряность и амбра. Следующий аромат – это нимфа. И он мне тоже очень понравился, на самом деле. И мне очень понравилась у него игра. Знаете, на старте это очень такая реалистичная мята. Но не мята как трава, а как мята, знаете, как вкусовая добавка. И на ее фоне улавливаются легкие акценты клубники. Очень интересно. Знаете, для меня одна из красивых мят, которых я слышала. Но в раскрытии это... У меня на коже это реально белые цветы. Я не любитель цветов. Белые цветы меня очень часто пугают. Но вот эти белые цветы, они сливочные. То есть у них сливочный акцент. И вот эта игра аромата от мяты, от которой ты даже ощущаешь холодок. И даже почувствовав это, вначале я вот прям реально... Мне захотелось летом. Мне почему-то показалось, что именно этот аромат очень будет уместен на лето. Потому что мята создает здесь реальный холодок. И вот эта игра звучания от холодящей мяты с тонами клубники, переходящая в белоцветочную сливочность, для меня, мне кажется, это очень необычно. И довольно интересно. И, наверное, название нимф, я так понимаю, это, наверное, нимфа переводится, очень подходит данному аромату. И если вот такой мятный клубничный старт, я бы даже сказала, что это какой-то аромат, относящийся к гендерной нейтральности, то есть унисекс. Но на самом деле тогда, когда он в раскрытии становится таким белоцветочным со сливочными акцентами, это, конечно, для меня уже становится абсолютно женская история. Поэтому это аромат женский, 100%. Красивый аромат. И если, друзья, вы не знакомы, то вот рекомендую вам с ним познакомиться. И аромат, в который я влюбилась на выставке и который начала разыскивать, это альва. Ой, знаете, давайте еще ноты по поводу. Ноты, которые в нимфе содержатся. Это лист черной смородины, ромашка, нироли, герань, амбрета, сосна, клубника, мята, зеленые ноты и тиары. Ну вот ни листа черной смородины, ни нироли, ни герань, я на самом деле здесь не слышу. Я, в принципе, не слышу зеленых нот на своей коже. Ну вот только если в переплетении с мятой, на старте, возможно, что-то есть. Так, и последний аромат от Наталии, это альва. Прошу прощения. И это аромат, в который вот я влюбилась на выставке, и доехав до дома, я поняла, что он мне нужен. И знаете, это одна из самых реалистичных клюкв. Клюква здесь именно в морсе. Возможно, даже это клюквенное варенье, добавленное в чай, потому что в нем есть какая-то, знаете, чайность. Для меня ощущение напитка. Он очень красивый. Дальше появляется древесность и довольно приятная база. Так, что я тут при него, кстати, носила его. Так, и... Для меня это цветочный гурманский аромат, потому что здесь все-таки ощущаются какие-то, знаете, все-таки клюквенный морс с добавлением каких-то цветочных акцентов. И для меня он довольно женственный и милый. Очень приятный аромат. Интересно, конечно, он звучит. Очень приятно. И даже вот эта клюква немножко даже что-то такое гурманское здесь, конечно, присутствует. И у него, знаете, по крайней мере для моего носа такое всегда создает оно чувство, что мой нос очень хочет его разнюхивать. Он очень приятен. И гурманская составляющая здесь именно очень натуралистично звучит с точки зрения именно клюквенного морса. Интересно. Я очень рада, что видите, я уже его даже довольно так отпила, потому что он очень приятный. По стойкости мне не показалось, что ароматы довольно стойкие. Мне кажется, стойкость средняя часов 5-6. Но мне это на самом деле достаточно, потому что в принципе такую малютку можно носить с собой в сумке и обновлять. Тем более у них у всех такой очень приятный старт. Он прямо заманивает, если честно. познакомилась я еще с одним российским нишевым брендом Инкарно. Все, что мне Наталья, кстати, прислала, мне тоже очень понравилось. Обязательно рассмотрю себе еще к приобретению наверное несколько небольших флакончиков, потому что действительно они такие ароматы настроения и в них нет ничего неприятного в раскрытии то есть база у них тоже очень приятная как вы знаете бывает что вроде как бы аромат кажется приятным но в базе там вылавит что-то такое не очень хорошее что вот это нас отталкивает вот у Натальи с этим все хорошо и мне действительно ароматы понравились Альва и Нимфа и Секрет Гифт это однозначная рекомендация если у вас будет такая возможность обязательно познакомьтесь потому что мне кажется ароматы довольно интересные и необычные и очень приятные и милые на этом я хочу завершить свой обзор всем спасибо и скоро увидимся субтитры